Видос будет душным, поэтому готовьтесь. Знаете что? Я целый год пользуюсь этим микрофоном. Я только сейчас понял, как поставить его боком. Я теперь звучу как натуральный секс. Я могу записывать ASMR. Я даже думаю, что это перебор, поэтому сейчас я пойду в настройки и буду чуть-чуть там шаманить. Шаманство произошло. Посмотрим, повлияет ли это как-то или нет. Если что, от вас жду фидбэка. Сегодня поговорим о Сталине, о Гитлере, 41-й, 45-й, вот это всё. Ладно, ладно, не душни, Первая мировая война там была. А для тех, кто не смотрит название и не смотрит превью, сегодня речь пойдёт о Амнезии The Bunker. Предупреждение для тех, кто пришёл сюда посмеяться. Здесь вы не посмеётесь, у вас не получится. Итак, видео у нас будет состоять из четырёх частей. Собственно, первая вводная, вторая походом... Блядь, каламбурый юб, ну тебе сколько лет? Двадцать, а чё? Да ничего, просто ты конченый. Спасибо, я знаю. Так вот, всего четыре части. Вводная часть, сюжетная часть, где играю я и где играет моя девушка. Ну и конечно, для моего маленького абреганчика я прикреплю таймфорд, чтобы посмотрел три минуты и потом вышел, потому что ему не понравилось. Угу. Чё-то я загнул, три минуты смотреть никто не будет, первые секунд пять, наверное. Ладно, для того самого одного человека я перестану сейчас распинаться и мы с тобой поехали. Сюжет. Итак, нашего главного персонажа зовут Анри. И он со своим другом Ламбером пытается прорваться через линию фронта. Поначалу всё выходит довольно-таки успешно. У нас даже есть оружие в хорроре на первых секундах игры. Правда, патрон дают, ой, ну очень мало, ну вот очень мало патронов, честно. Прикольно, конечно, что когда ты поднимаешь коробку с патронами, тебя падает всего лишь один патрон, но это ладно. Найдя четыре патрона, мы их тут же истрачиваем на немецких офицеров. После чего надо было включить мозги и разбить каким-то боком двери. Но я, как говорится, мозгами не обладаю, поэтому просто нашёл гранату, кинул её в дверь, ну и, собственно, готово. Покинув закрытую секцию траншей, чуть не отравляемся газом. Но наш товарищ браток Анри тут как тут успевает дать нам противогаз. Чёрный экран, амнезия из бункер. Ладно, на самом деле никто не знает, что произошло, но Анри на каком-то пустыре идёт какой-то дыре. В дыре валяется ламбер, мы его вытаскиваем, тянем на горбу. После этого сзади свет, свист, пули, немецкая речь. В нас попадает миномётом. По-хорошему, после такого люди обычно умирают. Особенно французы, никогда не славились своей бронёй. Да и, в принципе, ничей не славились. Ну и игра, чисто чтобы оправдать название, кидает нас в бункер. И, наконец-то, сюжет закончился. Благодать. Ты серьёзно думал, что я тебе сейчас буду пересказывать все эти 15-20-50 страниц, которые есть в этой игре? Ты думаешь, я конченый? У меня не так много времени, чтобы проходить эту игру несколько раз. А учитывая то, что я её пару раз запускал, и прошёл один полный раз, перечитывать записки я не хочу. Да и не буду, сюжет в хоррорах зачем он нужен? Кого-то где-то убили, кто-то где-то сошёл с ума, где-то был какой-то культ. Вот я тебе рассказал весь сюжет амнезии. Ладно, вдруг кому-то действительно интересно, я расскажу так, как я помню. Поначалу, как и у всех людей, был просто бункер, где все хорошо жили, чувствовали себя прекрасно, у них была провизия. Только вот с доставкой вина были проблемы. Ну, французы, чё поделать, без бухла воевать не могут. Там у них чё-то офицерский состав начал бунтовать из-за этого. Ну, сразу видно, немощные, немощные люди. То подай, это принеси, кола тёплая, воевать не буду. Ну вот фу, фу, французы. Ну и что касательно менее важных дел по типу исчезновения людей, какой-то там подвал с какой-то там водой, какие-то там духи. В общем, были типы, которые начали рыть туннель. Этот туннель вывел их в ещё один туннель, уже какой-то старый, древний, похожий на римский, по-моему. А иероглифы, которые были там, напоминали что-то, вот какой-то язык по типу латыни. Или это была латынь, или это был язык по типу латыни. И как заметил там один какой-то исследователь, эти текста очень религиозные. У пацаны поначалу прикол они выкупили, такие, ну пещера и пещера, ну и хер с ней. Потом узнали то, что помимо обычного коридора, который они нашли, есть также коридор с каким-то туманом. Заходя в который, можно получить истинное бессмертие. Так сказать, отринуть свою человеческую сущность и стать вечным. Пацаны подвоха не поняли. И такие думают, хмм, хорошая идея, давай пойдём дальше. Пошли дальше, обосрались. Потому что там доносился какой-то рык. И ходили какие-то типы, до которых нельзя было прикоснуться. Ну типа понял, просто чёрные силуэты ходят тудой-сюдой. Но вот рык это было самое главное. Они разбудили вот эту чупакабру, которая впоследствии начала рыть туннели по всему бункеру. И хавать всё, чё видит. А, она ж не видит. И всё, чё слышит. Так как эта херня прожила в темноте, свет её охереть как пугает. Поэтому практически в каждой записке, которую ты будешь находить, будет написано, не выключай свет, не выключай свет, ходи со светом, свет твой друг. Но забегая вперёд, скажу то, что ей так похуй на наличие или отсутствие света. Типа, если свет есть, ты просто можешь ходить по комнате. Если света нет, по ней только ползать. Ну и соответственно, при наличии или при отсутствии света. Швырять, лязгать, взрывать, бегать. Противопоказано. А то она за тобой побежит и пятки откусит. Ну и ещё один спойлер на игру, она очень медленная. Она сначала вылезет, потом рыкнет, потом встанет, потом побежит за тобой со скоростью твоего шага. И если ей сделать больно, она потом завяжет и просто уйдёт. Ну и как говорит игра, в следующий раз она придёт свирепее. Но за всю игру я по-моему в неё одну обойму всадил точно. И бегал там, закрывал всякие проходы, ну короче прям доставал жёстко. Ну и какой-то разницы в наших отношениях я не заметил. Типа, она меня что до этого укусить хотела, что хочет сейчас. У нас разницы абсолютно никакой. Возвращаясь к тем типам, которые были в бункере до нас. Офицеры, рядовые, какие-то медбраты, ну вот это вся шушера. Решили такие, а эту херню надо бы завалить. Идея хорошая, только они не знали о том, что эта херня бессмертная против пуль. Отправили один наряд. Те то ли долго не возвращались, то ли вернулся только один тип. Ну и короче такие, надо закопать этот бункер. Надо завалить вход и выход и вообще уйти отсюда нахер. Так в принципе и сделали. Все офицеры благополучно свалили и оставили простых работяг умирать. Ну и по чистому везению, по чистой случайности, наш главный герой со своим другом попали туда именно в этот промежуток. Когда одна часть пацанов осталась умирать в катакомбах, а вторая уже свалила. Поздравляю, вы знаете весь сюжет Амнезии за 6 минут. Но на самом деле в сюжете очень много дыр, очень много дыр, прям вообще невозможное количество. Конечно записывая этот ролик уже через 3 недели после того, как я прошел игру, я нихера не помню. Видимо игра все-таки оправдывает свое название, хотел бы я сказать, но нет. Прикол Амнезии всегда был в том, что мы появляемся хер пойми где, мы хер пойми кто и нам хер пойми что надо делать. Так вот тут они решили встроить вводную часть в виде туториала, то есть как мы бежим по катакомбам, как мы там убегаем от немцев, отстреливаемся и вот это все. Да, это плюс, у игры появилось типа обучение и новым игрокам будет легче как-то зайти в игру. Но весь смысл Амнезии тогда умирает, потому что мы, как главный персонаж, теперь знаем что с вами было и мы знаем кто мы такие. И мы абсолютно точно знаем, что нам надо делать. Единственное, чем якобы оправдывает себя эта игра, это начальная записка, где говорится то, что мы проснулись и нихера не помним. И вот, знаете, я не люблю РП, я не люблю отыгрывать не свою роль, я вообще не люблю быть не собой. Поэтому мне думать то, что он что-то не знает и мне прививать себе отсутствие памяти, это как-то глупо. Типа, я после катсцены, которая была только вот минуту назад, уже успел забыть как зовут главного персонажа, но это я реально забыл, потому что мне было как-то похуй. Ну короче, резюмируя, скажу то, что сюжет недоделан, пиздец. Да, это Амнезия, да, она никогда не славилась своим сюжетом, но у нее была фишка того, что мы вообще хуй пойми где и хуй пойми что происходит. А когда все с самого начала понятно, ну это уже как-то больше не Амнезия. Это больше похоже на какой-нибудь Outlast просто без пролога. Ну еще одна фишка Амнезии была, это то, что тебя постоянно держат в тонусе, ты постоянно в напряжении. Здесь, да, тебя держит игра в напряжении первые полтора часа, правда, каюсь, блять, срался, пиздец. Но вот этот абреган, который вылазит из-под стен, ну блин, он настолько медленный, он настолько беспомощный, то что от него можно убежать на туре шагом. У тебя нет какого-то резкого дефицита патрон или резкого дефицита аптечек, у тебя всегда всего в достатке, просто посмотри по углам. И этого всего можно было бы добиться, вот этой вот гнетущей ублюдской атмосферы, когда тебе плохо, страшно и невыносимо. Можно было добиться всего одной вещью, одной, не ставить сейвруму, в которой есть свет. Ну правда, я просто брал, нажимал кнопку сохраниться, убегал, на меня нападал монстр, я прибегал обратно, включал свет, все, мне хорошо, я успокаиваюсь. Но такого быть не должно, я в хорреле должен сраться каждые полторы секунды. Эмбиент должен нагнетать постоянно, эта херня должна где-то ползать, я должен сраться любого шороха, хотеть издать как можно меньше шума. Но снова повторяюсь, спустя полтора часа я бегал как конченый, туда-сюда, смеялся, кричал, орал, вообще прыгал, бегал, что только не делал. Кстати, насчет эмбиента, я не слышал музыки в игре, то есть единственные звуки в игре, которые есть, это твои шаги, звук вот этого как раз таки вентилятора от фонарика. И если эта херня вдруг где-то начнет ползать, то это тоже услышишь. Ну как, эмбиент-то есть, и в принципе он неплохой, но как будто бы вот не то. Знаешь вот что делает каждую картину страшной? Добавление туда виолончели и скрипки. Виолончель, скрипка и пианино это три самых жутких инструмента. И тут этого к сожалению нет, ну типа может быть когда-нибудь, когда на тебя нападет монстр, да, есть что-то такое, по типу отдаленное, типа страшно, вау, круто. Но вот нужны просто такие моменты, когда даже монстр не появляется, тебе просто начинает нагнетать, 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 пуф, резко стихает и ничего не происходит. Вот тогда жопа, тогда будет страшно. А когда у тебя музыка начинает ассоциироваться только с наступлением опасности, ну а опасность уже как таковая начинает отсутствовать. Потому что начинаешь понимать, ага, звуки, значит что-то страшное, что-то страшное, значит мне насрать. А вот когда есть звуки и нихера не происходит на экране, вот это сука страшно. Ну типа давай я сейчас тебе дам пример из игры, а потом подставлю свою какую-то музыку, которую я посчитаю страшной и вставлю в тот же самый момент. И ты мне скажешь, что из этого было атмосфернее и страшнее. Субтитры сделал DimaTorzok Ну скорее всего да, это напряженная музыка для погони или что-то такое, но блин, как же это теперь звучит. Звучит-то отлично, звучит-то сексуально. Ну хотя скорее всего и в игре нормальные саундтреки, просто они очень тихие, а там только общая громкость. Там нельзя было выбрать громкость музыки, громкость диалогов, потому что там всего этого нет, там есть только общее. Ну и давай с тобой подведем окончательный полный итог. Страшная ли игра? Да, страшная. Она умеет нагнетать, но к сожалению только на начальных стадиях. Чем ближе к концу, тем больше ты понимаешь, что тебе как бы насрать на то, что там бегает. Сюжет, с сюжетом чуть потруднее, потому что в хоррорах он в принципе нахер не нужен. Но называть игру амнезией и не давать нам ту самую амнезию, ну это как-то не то. По ресурсам тоже они не угадали, ресурсов слишком много на карте валяются. У тебя везде хилки, у тебя апгрейды инвентаря, у тебя куча патрон. Топлива у тебя настолько много, что ты можешь всю игру ходить со светом, вообще всю игру ходить со светом. Главное просто не ходить, а бегать. И как раз таки в этом прикол, если у тебя есть свет, ты можешь бегать. Если света нет, да, ты бегать не можешь, тут вот минус. Но опять таки, если ты опытный прошаренный геймер, как я, который умеет нажимать на 4 кнопки V, A, S, D и иногда может жимать на shift, вообще всего хватает. В игре нужна внимательность, да, внимательным быть надо, надо шариться по каждому углу, и вот несколько раз я мог пропускать какие-то вещи, когда ходил, но в принципе они светятся в темноте, и если просто постоять в комнате без света, то ты будешь видеть, что тебе надо подобрать. Так что тут работает принцип, тише едешь, дальше будешь. Все пацаны, теперь геймплей, как и обещал, сначала играет моя девушка, потом играю я. Ты же и так разговариваешь, да, с 14, с 14, с 14, с 14, он не весь фильм разговаривал, а сейчас не хочет, давай, давай. А на эти кнопки нельзя ходить, жалко. Да блин, неудобно. Я не умею пользоваться этой фигнёй. Оно открыто? А чем мне бить? Ты нечем бить, я тут только убегаю. Блин, просто бегать? Ага. А как бегать? Ну, а биться нет? Тебе нечем. А где пастолеты в патроне? Я всего один. А почему? Там 0 было написано. Сколько патронов? Ну, тут написано 0. А тут нарисовано сколько? Ну, блин. Я не хочу бегать. И не хочу пугаться. Не бегай, крадись. Строг? Ну, это контрол у людей. Но это не у меня. А если я не это не убегу, меня съедят? Да. Это такие скримеры тут прикольные? Ну, так неудобно. У меня мизинец не тянется. А я боюсь. Можно не надо? А если, допустим, спрятать? Ну, просто он тебя не найдёт. Можно спрятать? Ну, мне кажется, он меня всё равно найдёт. Сейчас я, если обосрусь, Олег, у меня на это расчёт. Будешь вести меня сам домой. Ай, как неудобно. Это распальцовка ваша. Я человек, который никогда не играл в игры. Держу в курсе. И потом... И нервничаю. Поэтому, если Олег решится всё-таки выложить, попрошу, пожалуйста, выложить и этот кусочек, потому что я буду позориться. Теперь ещё лучше. Ещё раз повторяю. Человек не умеет играть. Я не знаю вашей распальцовки. Я не знаю ничего. У меня еле получается ставить... Если я резко заору в микрофон и сломаю тебе микрофон... Это не моя проблема. У меня сейчас, если начнутся труситься руки, это вообще не прикольно будет. Олег, это не смешно. Как? Почему? Почему не изобрели до сих пор клавиатуру для мелкопальчиковых? Ну, мне максимально неудобно вот так. Главное тихо. Ничего не бросать. Оно будет светиться или мне само это нужно? Тебе само надо. Да блин, мне что, по каждому углу, что ли, ходить? Меня заставили. Честно. Я не Купленов. Хотя и Купленов в последний раз тоже пипец обосрался. Ну ты не светишь себе ничего. Поэтому ты ничего не... Да я боюсь! Так свети. Так это... Ты два раза можешь светить, и ничего не происходит. Да, прикол. Вверх это низ, а низ это вверх, а? Там что-то бегает. Ты смеешься, а мне и ссыкотно. И вообще, почему ты все время на... Я поняла. Я все еще туда не дошла. Управление это не мое. Ты же прикол. И стал поиграть эту игру человеку, который даже дверь открыть не может. Но ты гений, конечно. Это не та игра, в которую я должна была играть. Лучше бы этот фонарь на топливе заправлялся. А-а-а-а. Фу, я обосралась больше от этой гранаты, чем от этого дебила. Это не смешно? У меня аж руки затряслись. Я говорила себе, что я не буду бояться. Но я держу слово примерно так же, как и Олег, поэтому... Я на цыпочках себе потихоньку, туда-сюда. Тобака. Хватит ходить. Надо было все-таки залить топливо, чтобы эта херня меня не доставала. Вот это. Мы только что нашли веревку. Если что, можно будет повесить. Я сюда еще не ходила. Но я боюсь, что я оттуда и не выйду. Но ладно, я хотя бы сохранилась. Ой. Нет. Зачем я сюда зашла? Я могу толкать, но я не могу толкать. Серьезно? А вообще, куда я ее таскаю? А вот сюда пусть будет. Я его сломала. Фонарь. Я иду дальше. Мы идем дальше. Да, мы идем. Зачем мы идем? Вот зачем я на это согласилась? Тут даже не нарисовано. А, нет. Нарисовано. Это я тормоз. По-моему, эта херня бежит за мной. Но мне уже не страшно. Какое ощущение будет это надо мной? Моя мать. Нет. Воу, 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 воу. А тут тупик. Чел. Я обосралась. Я даже не заметила, что я возле дырки стою. Я заметил, я прям ждал. А ты что мне не сказал? Специально. Ты прикол. Фу, я аж спотела. Страшно, блин. Есть. Я сюда. Есть. Тво-тво-тво. Тво-тво. Тво-тво. Топравно. 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 Тазадного. Чего ты меня путаешь? Чего ты меня путаешь? В смысле, я тебе говорю куда правильно? Лыжник. Правую кнопку мышки. Да. Да. твои. 五-какito. Поехали. Тобави. Тё. Да. Трои. Т Sea. Трои. 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 по крайней мере разобралась как бросать девочки мальчики не давайте своим половинкам играть в амнезию бункер потому что они потом будут за так же как я олег сидеть и смотреть на меня как я люблю из и ржать меня пока еще очень весело еще 50 лет 1 2 3 открыть на себя патроны у меня сколько 33 а тут я был если был тут я был тут я не был прошу раз два и почитать почитать открыть открыть посмотреть здесь что то есть не похоже я могу под нет не могу под эту штуку это топливо это топливо все хорошо так эту комнату я открылся все посмотрел замок 2 штука кукла веревка можно закрыться привет о давида 174 здорово есть вот эта дверь которая закрыта я уже успел посмотреть всякие гайды а как гайды распрохождению другого типчика поэтому сейчас пойдем пойдем что-нибудь тупое большое то что умеет бить по лицу и принесем это сюда так аккуратно вот он вот он кирпич пойдем возьмем один и потащили туда и будем дверь открывать потом убежим сохранимся и будь у нас с тобой хорошо я его пока не слышу очень странно по идее должен слышать он же будет тут где-то а вот она начал ходить актом пока все более-менее хорошо все нормально к живу инфаркт я не словил сейчас ловлю вот она побежали твою мать это же открыто чугараешь и чё закрыл ту язык это ваще да какие надо быть олегом а если пол меня догнал а если по меня догоняйся она уже ладно я там подобрал какие-то записки какие-то фотографии и я подобрал канистру давай я сразу используем все чуть-чуть топлива есть теперь смотри так вот делили такие у него был от 404 я не подобрал эту штуку ладно я запомню как пойдем еще раз сохранимся днем складское с вами помещение возьмем себе вентиль так делили это вот туда нам надо это мы вот тут опа сохранились перми значит идем сюда включаем свет учили свет 1 2 3 лишний свет надо выключить не лишний включить вас включаем этот выключаем уже и света зачем водка еще что-то не пока есть возможность закрыты так делили делили делизель лаван это наверно он дейтезель до 5404 40 вентиль есть хорошо вентиль я знаю куда надо втыкнуть вентиль я помню куда на втыкать все втыкнем давай давай крутись хорошо так обратно сохранится выключить генератор посмотреть сколько топлива в нем осталось окна я потратил за это время не так много но разведка сначала пойдет без топлива сначала просто сходим посмотрим что там есть а потом уже с топливом посмотрим что нам надо наверно так сразу идти с топливом но этот мир на глупо окна поем так там что-то ходит шевелится давайте какой-нибудь у страны паная принять другую сторону ладно а мне не рады че угораешь твою мать так походу без света там не полазишь да подожди я пошел туда он мне лицо ломает я пошел туда он мне тоже лицо ломать я щас пойду сюда мне опять лицо сломать или что так давай на картонах ладно как прошлый раз ты чё угарун он ходит там ходит ты чё а как мне а ну хотя логично если он там ходит значит я запрос включить свет я смогу ходить верно так работает он реально ходит там везде а почему надо было легкую сложно что ли ставить или что я не понимаю ходит пиздец а чем не делать вы только топливом что ли топлива жалко его очень жалко 1 всего лишь попал ты угораешь подожди наверно все равно слишком сильно бегать не будем будем так ходить так тут растяжка стоит и кому и вот так и нормально нас тут свет поэтому и где ничего не должны бояться или должны так братом у нас тут свет вот и чё тут я херел что ли а если тебе скажу за тут свет молитвы а тебе насрать а нахер тогда мне свет если тебе насрать и чё делать с тобой прям тут ходит он давай сделаем по-другому рант у меня все равно куча и так я иду я все я пошел я вот он я уже вот она я уже бегаю мясо нет на этот раз я гениален а так завернут это было в этом польза не особо первое просто хп меньше а так подожди и сестрявка из этого лохилка я помню есть где-то было хилка вот она крышу перешла из одну комнату в другую я тебя понял лучше взорвать крыс или взорвать дверь рвать крыс этом и убежать пока есть время да чёрт вылез а ну хотя я давай я тебе покажу давай давай раз он вылез одно пугаться не буду потом может быть так я убил крыс хорошо здесь был жетон и 455 хорошо а ну а как я узнаю надо что-то шоу нахер граната отлично еще топлива не могу выкинь тряпку выкинь бутылку так меня здесь светом по идее сюда не пройдет записка есть есть булыжник вот это прекрасно вы получили ранение будь осторожны чтобы это понятно но мне нечем хилиться а это ты пойдешь за мной да я понял ладно пойдем похилимся но вернемся так то я хотя бы могу бороться против монстра это уже хорошо а че фу я его уже не боюсь это я раньше блять так срался с него пиздец дефицит вот это вот остается ощущение дефицита юганова то что постоянно всего не хватает хотя вроде как все есть пока что выключил генератор нами на время того как будем думать топлива все равно не бесконечное раз воли хераси нормально вообще а еще я больше могу не наливать и 455 а кто-то был клемман и 455 противогаз очень не противогаз ниш интересно стало нахера мне противогаз нужен и противогаз x хотел я противогаз и чем не дает и подумаю зачем мне нужен противогаз очевидно чтобы лишать где-то где есть газа так а здесь нет никакого булыжника да чтоб не его тут не тащить ну ладно я притащу мне не жалко мне не жалко я притащу так булыжник я кидал куда-то вот сюда же а может что-то все-таки этот открывал вообще я не помню нет не открывал смотри-ка полезная вещь оказывается так это моя кровяка а это мой кирпич ой я не проверил вот эти штуки серьезно это я вообще умный а тут все равно ничего не ранил ну ладно было бы обидно если там что-то было пойдем потихоньку аккуратно надо будет потом проверить можно ли их убить этим блыжником если да будет вообще отлично уже там просто снять ничуть не подобрал датурин натуре выполз ладно ладно я ухожу все я ушел все я ушел давай так выключить еще раз генератором и экономит каждую секунду времени вообще мы не тратим время зря мы берем еще вот это топлива новые заливаем а полная хорошо подсказка узел связи понятно что мне туда надо но я не могу туда пройти знаю что мне надо туда но я не знаю пока как пройдемся по всем койкам посмотрим что может кто-то где-то что-то оставил мушать допустим принимается такое а еще чего нигде нет нет это откуда ключ и чем нет добавила записки воды записи этот не тут это на карте надо смотреть ключ может этот отсюда во кстати все курите так там все исключен так опять и стреливый замок что да ты угораешь же опять это чучело приплется ну да да меня сразу гранатами топливами или подвижи я в принципе понял что я могу сделать здесь патрон есть патрон да сейчас беру вот этот булыжник сбиваю там какую дверь еще час он на нас побежит мы пойдем сюда а тут дверь закрывается изнутри мне интересно среди сейчас теперь хочу проверить если закрывается дверь я бы ее с кайфом еще закрыл нет это нет а вот это не есть внутри закрывающийся механизм какой-нибудь а здесь нет закрывали плохо очень хотя это же глупость надо делающих выползешь выползет хорошо идем обратно все ждем пока у наутка дышится он глупый монстр поэтому можно спокойно просто взять от него убежать мы открыли одну кирпич сломался намного легче идем играть и душевнее спокойнее красивее и вообще я даже рассказывать что-то могу и даже как будто бы стрим начинает у нас быть с тобой хороший происходит так все больше не бегаем потому что он тут может в принципе выходить из своих нор но мне нахер не надо ползет давай давай ползай братан конечно так там был второй кирпич это я точно помню второй кирпич это еще прекрасно он где-то валяется если это не он вот спокойный и все нормально вот мне днем когда есть свет фонарика это вообще так прекрасного как только вы текстурка как только свет фонарика подойдет пройдет точнее я опять буду пугаться и шугаться каждой херни то что я не знаю чего он делал тепло но он же меня просто сожрет если будет темно так начать получается ломаем вторую дверь опять убегаем потому что ну чем из ему сделаем это не конечно можно по нему выстрелить или кинуть него вот эту херню красную светящуюся чтоб он сгорел но тратить на него просто к ресурс я не вижу смысла вот открывать всякие security 1 2 все и спокойненько бежали на выход 0 паники какая какая паника он просто держим свой сейф руму где нас же тут уже смешной а вот у тихо вот это я чуть час наверное даже хорошо что я сначала пошел без света потому что пошел бы я сразу со светом я наверно напоролся на одну из этих ловушек аха туда мы не пойдем тут болтарез нужен а читал туда но там стоит кочерга поэтому туда прийти не можем правильно теперь пойдем туда со светом я специально на сам волосы на ловушку напоролся чтобы ее обезвредить все проток давай русская вам следую всю территорию ты мне будешь не мешать так это я же не могу открыть правильно чем гарантир что ли один на вид мы будем любую бы неплохо на самом деле а да мы же знаем пароль 1492 они кого-то опять хавают афауле пацаны чип стать а чё ты вышел ты че конченый что ли так давай я вот эту заруб взорвала тут конечно что-то знатно а я теперь понял зачем мне нужен противогаз а подожди а могу ли я его газом отпугивать типа если я выстрелю просто в этот газовый баллон а не в него мне интересно его вшатать кирпичом можно как-нибудь я бы активность может проверилась у меня был кирпич под руками эти шамнезии тут же можно аккуратно очень аккуратно а ну-ка а ну-ка а ну-ка пошел давай давай все если он типа захочет пойти ему придется сломать бочку не может он не смог это ничего все пацаны давайте я нашел что я хотел я динамит мне очень хорошо осталось только найти какие плоскогубцы говнорезцы оба тёрк это я я уже убежал оттуда это я саботер еще держу в курсе игра интересная ну нормально мне неплохо радуюсь оттуда сюда бегаю от хаба к хаба чтобы на всякий случай не сдохнуть лишний раз так только тем надо придумать что делать с тем фюрером которые там разговаривают по-немецки убить его или оставить живых хотя может за ним придут его убьют цепь да все красота она и буховы так я консервирует это в нем ой мама а тут кидлин нет какой-нибудь давай это ты не ко мне это там другое отделение пойди проветрили переход влево переход вправо и все все теперь я везде для меня не хор вот я первые минут 30 наверное сидела я так обсирался а потом понял что тут как будто бы альянс изолейшем что-то около где-то тоже хоть какая-то и бака но от нее можно спокойно уйти убежать делать еще хочешь она тебе ничего не сделает грубо говоря ага записка есть трогать не могу а надо бы надо бы уже это трогать меня в покое а ну я не вижу к допустим все так здесь ага заминирована то есть я открою мне пиздык палка еще одна допустим можно значит реально делать факела и не бояться за свою жизнь так но пока что мы проверим все до конца на всякий случай уж там мина сменой я особо много не смогу это придумывать помята как-то открыть вот это я не знаю как это открыть можно его убить по идее а я все поговорил у тебя есть реза ножницы я тебя понимаю надо как-то открыть надо как-то открыть эти камеры клетки чтобы их открыть мне надо попасть наверно внутрь вот сюда что попасть сюда внутрь мне надо план давай откроем посмотрим быстро что там там в любом случае ловушка не час все открываем хорошо это было просто ради того чтобы эти бумажки серьезно ради бумажки своей жопой рисковал злого все хорошо так спеццех это можно подвигать включена уже само начало было меня не видишь мне не видишь мне не видишь мне не видишь все давай свалился вы лови она не хотите сюда ты команду уже тут был высвали давай из тряпки и бутылки так это шимба так но не догадайся пойди до того что надо открыть эту херню тип я бы не догадался если я был слепым монстром так ладно начать пойти обратно и уже думать как пройти ну блять настолько топлива не хочу на крыс тратить вообще не кайф может не поэтому столько топлива и дали чтобы я его тратил на бутылки с говном не пойти их много но хотя это по идее последнее что мне надо я потом открываю это потом открываю то и все красота смотри мы берем даем мясо допустим она хотя лучше одной крисе кидать мясо этим кидаем сигнальную шашку они расходятся еще херел еслишь я на всякий случай наверх смотрим может я там зажигалку те тосты а вот иди нормально тебе ходить там я так не умею факел она хотя как его зажигалка все зажигалка упирается день найти зажигал открыть открыть эту штуку обязательно зажигалка здесь еще один номер 412 бутылка куча голов сжигалку пациент сжигалку на набор и луч опустим приемлемо здесь взрывная какая-то штука есть еще патроны нет из патрон для дробовика на дробовик в жизни ни разу не видел я не видел фуил сторидж тонул и он открыт давай да ой я мог бесплатно это делать мне бы на карту посмотреть на самом деле блин овощи было бы так хорошо но если он там ходил значит мне туда и надо обычно так работает граната серьезно угораешь сейчас да давай так делать ладно я могу это могу лично это было сейчас плохо мама вот так вообще все понял все идем пополняем обратно быстро топлива в эту херню мы же сейчас пойдем игру получается да да ухи хорошо ну какой страны был юрик чувствовать так с тобой жетон внутри этим этапом не стреляют его мне еще попасть по краски могут дуле показки могут попасть и состоять бы на месте черт даже что-то не вылазит чем вылазит бегаю как ненормально не да конечно со светом бегаю но все-таки так открыть все скорее шкафчик маны но это же друг я же его специально спалил там же больше нет ничего даже специально труп спалил чтобы вы там не появлялись ничего за херня у тебя мы нашли гайковерт есть гаечный ключ что очень важно что мне нужно вообще всегда и зажигалка у меня есть раз коктейль два коктейль у меня есть аптечка у меня есть патроны и у меня есть еще два слота на случай чего-нибудь смотрим сколько здесь топлива если чё пополняем на один раз пополняем на один раз и идем выполнять до конца все остальное гайковерт мне даст в тюрьме грызомет как он называется этот штука прикольный короче да вот она самая резец вот она верно а нет а как в чем не даст гайковерт хорошо нас есть второй красиво молодец эти уронили ланы куча бутылок вообще миллионы я могу тебе бутылками по идее кидаться до обижали все я знаю что делать мы сейчас заслание верторез и возможно друга но навряд ли мы друга это же амнезия тут друзья долго не живут хотя было бы очень неплохо если я мог спасти человека как нибудь развязать развязать я бы очень хотел его туплю пока вырушил сайте это я с удовольствием не орал но видимо такая у тебя судьба друг кто там же есть свет какого хера он вышел или это какой-то скрип сработал это все бензин а нет не угораешь он где-то тут ходит на мне как-то похер не встать это мне против тебя надо что-то идет эти убить надо до натуре слышь черт а вот нехер было дробовик мой дробовик это отлично но вместо чего его взять медальон 0706 амбер пляшка игруха инвентарь мне надо игрушку за винтарь взять ты угораешь а зачем мне игрушка инвентарь а может ли какой-то хорошей концовки ой я случайно уже почти пришел да да я уже почти прошел наверно а ну да мне детонатор только осталось ставить и все пойди я щас должен буду пройти игру я не уверен но по-моему я ее только что прошел давай давай еще одну топливу залили я так всю игру хранил это топливо так не хотел ходить без света я мог всю игру со светом по факту ходить все развалили выход же открылся до этого я прошел игру да ну не тут и убираешь что ли и не хоть нет мне сейчас это паскуда тварь будет за мной ходить да и встать меня в три уши конечно красиво пиздец она спасибо оставили мне одну балку по которой ты пройдешь а типа я могу от него уходить по этим штукам давай так и делать просто меня не видеть не слышать не понимать где понимаете потом иди на серьезно пойди попей для чего-нибудь хорошо еще хил черт чего из тобой делать патрон то у меня не вечные и хилки тоже не вечные я вообще не был готов к такому хилки да хилки у меня не вечные конечно ли я не понимаю что делать как понимаете делать не понимаю как делать он же быстрый я не могу я не понимаю как туда забраться нужно что-то побольше но сломал что-то побольше в этом проблема уже вечный живой да есть гранат какая-нибудь стоит мост деревянный да вот деревянный да я могу обрушить мост прямо у него под ногами не знаю если у меня там патроны до их нет конец то выкидывайте камни а ты чё вышел я хилл и цвет вообще-то ты не должен слышь а и убежал уже разлагаются но визии вроде как обычно должно быть несколько концовок вот и нас за хуялят да я так понимаю вот такое было амнезия бункер всем тем ненормальным кто досмотрел до этого момента выражаю огромный респект и попрошу не полениться подписаться рассказать друзьям и на этом я отчаливаю давайте народ всем удачи всем пока а 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